Вот от этой газовой колонки утечка была. Получается, гофра неправильно была соединена, там и мусор застрял. Из-за этого утечка угарного газа произошла. В этой квартире едва не произошла трагедия. 22-летняя девушка резко почувствовала себя плохо и потеряла сознание. В это время в квартире находилась её старшая сестра, которая успела вызвать скорую до того, как самой стала немоготу. Пострадавших госпитализировали в реанимацию с подозрением на отравление угарным газом. Чаще всего происходят такие несчастные случаи из-за неправильной эксплуатации газовых оборудований. Избежать, конечно, трагедии очень легко, если будем соблюдать требования безопасности. Надо постоянно регулярно проверять работоспособность газовых колонок, постоянно ощущать дымоходы и гофры. И надо обязательно составить договор с газовым обслуживанием, чтобы они ежемесячно обслуживали газовых оборудований. В Шемкенсе продолжают регистрировать отравление угарным газом. По данным санврачей, с начала 2023 года от отравления угарным газом пострадали 109 взрослых и 61 ребёнок. После попадания в дыхательные пути молекула угарного газа попадает в кровь и связывается с молекулами гемоглобина. При этом образуется карбоксигемоглобин, который препятствует транспортировке кислорода и быстро развивается кислородная недостаточность организма. Головокружение, слабость, головная боль и нехватка воздуха – основные симптомы при отравлении угарным газом. Достаточно несколько секунд после вдоха отравленным воздухом, чтобы летучий яд распространился по всему организму. И с этого момента счёт идёт на минуты. Спасение пострадавшего зависит от быстрых действий, подоспевших на помощь. Необходимо как можно быстрее вывести, вынести пострадавшего на свежий воздух открытый. Нужно облегчить дыхание, очистить дыхательные пути, расстегнуть одежду. Уложить пострадавшего на бок, чтобы предотвратить возможность западания языка. Дальше стимулировать дыхание, поднести на шатырь, расстегнуть грудь и согнуть конечности. Обязательно необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. Даже если человек, на первый взгляд, находится в нормальном состоянии, необходимо, чтобы его осмотрел врач. С прошлого года сотрудники отдела газовой инспекции начали штрафовать за ненадлежащее использование газового оборудования. В декабре 2022 года были оштрафованы семеро жителей Шимкента. С начала этого года 15. На рассмотрение еще 23 дела. Есть у нас административный кодекс, там 35-6 статья. Нарушение требований по использованию газа, безопасности эксплуатации объектов системы газоснабжения. Нарушение требований по безопасности эксплуатации газопотребляющей системы, газовое оборудование, бытовое, коммунальное, бытовое потребитель, установленные законодательством Республики Казахстан о газе и газоснабжении. Влечь штраф на физические лица в размере семьи, на субъект малого предпринимательства в размере 10, на субъект среднего предпринимательства в размере 15, на субъект крупного предпринимательства в размере 20 месячных расчетных показателей. В городе 13 компаний уполномоченных проверять дымоходы и оказывать необходимые услуги по обслуживанию газового оборудования. Каждый житель имеет право самостоятельно выбирать любую организацию и заключить с ней договор. Это можно сделать онлайн через программу «Айшимкент». «Они имеют право предлагать свою услугу под внутренним домом газового обслуживания, но не имеют права заставлять или отключить или штрафовать. У них нет такой полномочия. Но законы прописаны. Обязательно, в порядке, каждый потребитель, каждая собственная квартира заключить должен». Во избежание несчастных случаев при эксплуатации газовых приборов специалисты рекомендуют приобрести газоанализаторы. Миниатюрное устройство в случае утечки подаст звуковой сигнал. «Данное оборудование стоит около 15-20 тысяч тенге. Мы сейчас совместно с Акиматом проводим именно работу по установке. Мало обеспечены, как можно назвать. Таким семьям мы сейчас за счет государства устанавливаем таких данных оборудований». Специалисты не устают напоминать, что соблюдение элементарных правил безопасности – залог сохранения собственной жизни.